Добрый день. Скомандуйте, пожалуйста, нам, можем ли мы начинать? Да, Юлия, у нас все готово. Супер, спасибо, начинаем. То есть охрану все прошли, как я поняла, теперь все с пропуском. Почти все. Да, почти все, понятно. Всем добрый день. И кто был на нашем семинаре в понедельник, и те, кто слушает меня первый раз, меня зовут Юлия Янукова. Профиль мой, я думаю, вы все видели в анонсе вебинара, не будем поэтому тратить на него время. В понедельник мы с вами разговаривали про две темы. Первая – это какую роль играет при устройстве на работу красный диплом, и дает ли он какие-то преференции, или он, наоборот, никакой роли, возможно, не играет. И вторая история, про которую мы говорили, – это нужен ли действительно опыт работы, который требуют многие работодатели. Если эти темы вам интересны, но вы их пропустили, то на сайте, я думаю, Центра карьеры, будет запись этого семинара, и можно посмотреть и даже дослать какие-то вопросы в конец. Как мы будем разговаривать сегодня? У нас осталось три мифа, на мой взгляд, достаточно значимых, которые мы будем обсуждать о трудоустройстве молодых сотрудников. И я прошу вас писать вопросы в чат, и в конце мы по традиции… Ну вот, на YouTube-канале уже есть, отлично. И в конце мы по традиции еще зададим возможность поговорить голос, задавать какие-то вопросы. Сейчас я отвечу на тот единственный вопрос, который пришел нам между понедельником и сегодняшним днем. Одна студентка сказала, что внезапно осознала, что почти что нет понимания, как готовиться к практике и вообще, как искать практику, как искать стажировку. Мы подумали с Натальей Вячеславовной и решили, что этот вопрос мы хотим задать работодателям. У нас будет пять мифов для работодателей, которые мы будем обсуждать через неделю после 19-го числа. Думаю, что всем можно будет подключиться к этому вебинару и послушать, собственно, компании, с которыми работает МИСИС, о том, как выбирать себе практику, как выбирать себе стажировку, где ее искать и как туда можно пойти. А я переключаюсь на нашу презентацию, и сегодня мы говорим про три оставшихся мифа. Первый из них, очень, надо сказать, распространенный в Российской Федерации, это то, что на хорошую работу приличные люди устраиваются только по знакомству. Давайте посмотрим, так это или не так это. И что это такое за история, почему на хорошую работу можно устроиться только по знакомству. Ну, смотрите, во-первых. Честно говоря, в знакомстве с будущим работодателем или с какими-то там его лицами, принимающими решения, нет ничего зазорного. Это тоже способ проникнуть в компанию. Другое дело, что у нас это бывает часто способом пристроить на работу человека не лучшей квалификации, и поэтому в России это называется таким красивым словом «блат». Какие есть с ним проблемы, когда родители или родственники приводят вас за руку в компанию? Проблема такова, что даже если вы очень хороший выпускник, квалифицированный, у вас впечатляющее резюме, у вас, возможно, есть даже опыт работы, это создает, ну, некоторое негативное отношение на входе. То есть вам придется в три раза больше работать для того, чтобы доказать, что вы никакой не полотной, а на самом деле человек очень стоящий. Хотя, хотя, есть компании, которые действительно предпочитают набирать людей из, ну, я бы сказала, определенного круга. И второе – это то, что вообще-то, то, что мы называем таким знакомством, да, в кавычках, сейчас стало называться модным словом «нетворкинг», и про нетворкинг мы с вами тоже сейчас немножко поговорим. Вот куда по знакомству, я бы сказала, устраиваться не слишком здорово, и вообще сигнал чего, когда люди набирают по знакомству. Очень часто таким образом набирают в себе персонала компании, честно говоря, не очень ориентированные на свою конкурентоспособность, не очень хорошо управляемые. Ну, потому что для того, чтобы нанять эффективного, правильного, конкурентоспособного человека тоже надо сильно потратить. А если я не готов потратиться на хороших рекрутеров, на то, чтобы, не знаю, платить профиль компании на сайте Headhunter, на то, чтобы поработать с университетом, ну, скорее всего, просто денег у меня этих нет, и, возможно, я просто не очень успешная организация. Итак, смотрите. Давайте посмотрим, где знакомство, это вообще-то плюс, и ничего в этом нет такого зазорного. Есть организации, которые действительно являются, ну, я бы сказала, в какой-то мере закрытыми сообществами. Почему они это делают? Потому что они охраняют свою культуру и, ну, такой некоторый культурный код, скажем так, и это организации, где требуется очень высокий уровень доверия. Это очень типовое, я бы сказала, и распространенный способ прийти на работу в госструктуру. Я не имею в виду госкомпанию, как, например, там, Звербанк, да, я имею в виду именно какое-нибудь министерство. И такая история довольно часто встречается в стартапах, которые начинал узкий круг людей, у них есть какая-то общая философия, у них есть общая культура, и они вот как бы собирают людей из такого своего ближнего круга. Но, как правило, люди, которые приходят в такие организации без знакомства, это все-таки уже управленцы среднего и высшего звена. То есть, если вы находитесь на стартовой позиции, вам ничего не мешает прийти на практику, даже в государственную компанию, и ничего не мешает прийти на стартовую позицию. Что дальше? И что такое вообще знакомство, и как мы сейчас этим пользуемся? Я думаю, вы все прекрасно знаете слово под названием «нетворкинг». И если знакомство — это слово, ну, иногда негативно окрашенное, да, то есть другое слово, очень даже позитивно окрашенное, под названием «рекомендации». Можно ли стать, ну, знакомым, да, в кавычках опять же, можно ли стать знакомым, если у вас нет прямого доступа к людям? Да, конечно, можно. И своим нетворкингом нужно умело пользоваться. Потому что вы все, я думаю, прекрасно знаете историю, что каждый человек знаком с любым гражданином мира через шесть рукопожатий. Это касается Фейсбука, не знаю, насколько это касается ВКонтакте, но, наверное, ВКонтакте точно так же действует для Российской Федерации. В прошлый раз мы спрашивали и обсуждали историю про LinkedIn, и LinkedIn — это прекрасный инструмент для того, чтобы вас порекомендовал какой-то ваш знакомый другому человеку, который вам нужен. Практика — это такой же способ приобретения знакомства и практики, и стажировки. А еще отличный и прекрасный способ, которым я очень рекомендую пользоваться людям на старте карьеры, выходящим из университета, это знакомство с выпускниками вашего вуза. И вот это как раз тот случай, когда знакомство и рекомендация работают в лучшую сторону. Потому что если вы выпускник хорошего вуза, и у вас есть знакомые, которые оканчивали ваш же университет, ну, допустим, 10 лет назад, и вы их знаете, то вот эта рекомендация работает очень хорошо. Потому что в данном случае выпускник, скажем так, выступает гарантом того, что вы тоже, скорее всего, качественный специалист, такой же, как и он. Если у вас есть ассоциация выпускников, если Центр развития карьеры вокруг себя объединяет сообщество выпускников активных, то это очень хороший способ зайти, да, по знакомству, но с, скажем так, позитивным настроем. И чтобы к вам не относились предвзяты. Тем не менее, если вас все-таки приводили на работу по знакомству, неважно, от выпускника или еще каким-то другим способом, смотрите, на что нельзя делать скидку. Вот ни в коем случае не давайте себе никаких подлажек. Не говорите себе, что, ну, не знаю, меня привел Иван Иванович, или меня привел там кто-то крутой, и поэтому я могу немножко дольше входить в ситуацию или допускать какую-то ошибку, или все равно мне ничего не будет. К вам действительно будет особенное отношение, скорее всего, только в обратную сторону. На вас будут, наоборот, смотреть еще более пристально. Поэтому ваша задача быть не хуже других, а лучше других. И, кроме того, компании вообще-то стараются набирать не знакомых, а лучших. Вот, и если, конечно же, задача компании набрать себе максимально конкурентоспособных сотрудников, то она использует все средства. Она использует и Хэхантер, и Суперджоп, и рекрутинговое агентство, и общается с вашим Центром развития карьеры, и делает собственные страницы в социальных сетях для молодых сотрудников. Поэтому в этом смысле вы все, скорее всего, окажетесь в начале такой воронки, такой вот одинаковой. Вы все окажетесь на самом верху этой воронки, и через нее, как через сито, вас будут просеивать, поэтому в этом смысле это без разницы. Привели вас туда каким способом, или каким способом вы попали, в любом случае, должность получает самый достойный. Еще один миф, четвертый, про который мне бы хотелось сегодня поговорить, это, я бы сказала, это очень типичное отношение, наверное, даже ваших родителей, которые, возможно, тоже по-прежнему сильно оказывают влияние на ваш выбор. Это то, что хорошая работа, это крупная стабильная компания, это гарантия нормальной зарплаты, гарантия вашей карьеры и некоторых других благ. Давайте мы посмотрим сейчас, какие вообще в принципе бывают компании, как они устроены, чем они отличаются с точки зрения карьерных ваших перспектив, потому что даже в ситуации, в которой мы находимся все сейчас, не очень стабильной, в которой, наверное, мы будем находиться там в ближайшие, не знаю сколько, месяц, два-три, вообще-то все компании становятся определенным образом устойчивы, все компании становятся определенным образом уязвимы, даже если они государственные, даже если они очень крупные. Вообще-то, чем крупнее компания, тем больше народа у нас сокращает. Смотрите, в принципе, вот какой бы я рекомендовал подход. Важно найти не самую крупную компанию, и не самую стабильную компанию, и не знаю там, не самую быстро развивающуюся компанию. Самое главное, и про это тоже мы сейчас чуть-чуть поговорим, это найти компанию, которая подходит вам, где вам будет хорошо, где понравится вам с точки зрения задач, карьерных амбиций, людей. Вот, и это важно. Если кто-то с четверга успел посмотреть тот справочник, эту ссылку из Дельфского политехнического университета, которую я давала в понедельник, то, я думаю, вы все видели, там огромный глоссарий компаний, очень подробное описание профилей, очень подробное описание там компаний определенного типа, вот, и поэтому главное найти не, ну, не самую богатую, скажем так, главное найти свою. Смотрите, как у нас, в принципе, устроен рынок, и какие компании у нас существуют. Ну, наверное, такой самый, такой вот этот типичный наш государственный сектор, это крупная компания с госучастием, это такие компании, как, допустим, там, Сибербанк, или крупная индустриальная компания, это Транснефть, это НЛМНК, это Металлоинвест, это Мусал, это Сибур, то есть, это такие вот столпы, скажем так, в которых работает очень много народу, как правило, это компании производственные, индустриальные, у которых есть заводы, по всей стране, и они, они очень многочисленные, это компании старые, практически все, многие, наверное, уже там 100-летнюю историю насчитывают, и это накладывает, ну, там некоторые тоже свои отпечатки, да, на культуру организации. Следующий большой достаточно сектор, который тоже большой кусок экономики составляет, это то, что вот я называю крупная новая компания. Что такое крупная новая компания? Это компании из, ну, я бы сказала, уже постиндустриальной эпохи, да, это банки, например, там Альфа-банк или Тинькофф, частные банки, ну, или какой-нибудь там Совкомбанк, кто у вас, файзинг какой-нибудь, вот, это цифровые компании, такие как Яндекс, такие как Mail.ru, и это ритейловые компании современные, ну, например, там Магнит, Пятерочка, Ламода, это тоже компании с огромной числой сотрудников, как правило, без каких-то таких больших индустриальных активов, в основном все-таки это активы такие человеческие, да, и эти компании, ну, скажем так, по культуре своей и по организации тоже сильно отличаются вот от этих вот таких больших-больших индустриальных моделей. Что у нас еще бывает? Еще у нас бывают стартапы и средний и мелкий бизнес. Почему я в данном случае объединила и стартапы, и средние и мелкие компании, мы сейчас на следующем слайде посмотрим, какие карьерные перспективы в том или ином секторе, и в этом смысле, на мой взгляд, стартапы и средние и мелкие компании, они чем-то вот по своему отношению к начинающим сотрудникам, в общем-то, похожи. Еще один большой сектор, который у нас есть, это госструктура. Под госструктурой я имею в виду вот прям министерство. Если вдруг вы после университета решили пойти работать в министерство энергетики или министерство промышленности или там еще какое-нибудь министерство, это вот госструктура. При них бывают разного рода филиалы, какие-то, скажем так, государственные организации, которые к этим же министерствам относятся. Это еще один большой специфический достаточно сектор. И еще у нас есть такой сектор под названием некоммерческой организации и НКОшки. Сюда относятся и университеты, и школы, и практически вся система образования. Сюда же относятся многочисленные там какие-то творительные фонды. Сюда же относятся, как это ни странно, там такие организации, как агенты среди, инициатив, Роскачество и многие компании, которые учреждали на свои деньги государство. Поэтому нельзя сказать, что некоммерческая организация это какой-то бедный маленький фондик, в который вот я не пойду, потому что он никак не относится к моей профессии и к моей сфере деятельности. Нет, это не так. И на такие организации тоже, в общем, можно посмотреть. Хотя, конечно, в большинстве случаев некоммерческие организации это все то, что относится к сфере благотворительности и филантропии. Смотрите, как может развиваться карьера. Вот я тут сделала вам такую сравнительную табличку. сейчас ее прокомментирую. Как может развиваться карьера в той или иной организации. Давайте посмотрим. Я взяла, наверное, пять самых простых таких параметров. Это какая у вас там будет зарплата, с какой скоростью, скорее всего, вы будете расти или не будете расти, что там за люди и какое отношение вообще к людям и к команде, насколько вам дадут, я бы сказала, воли и власти и интересных проектов. и еще очень важный на мой взгляд сейчас особенно параметр это то, как компания ведет себя с сотрудниками в кризис, потому что, ну скажем так, этот кризис, хочется говорить это по вчерашнему обращению президента, как человек, который в активном трудоспособном возрасте переживает четвертый кризис, я могу вам сказать, что там компании безусловно периодически, ну там примерно каждые 8-10 лет входит в кризисную фазу, поэтому мне приходилось и сама попасть под сокращение и, к сожалению, сокращать людей в такой тяжелой ситуации, те, которые этого не заслужили, поэтому, ну это просто важный параметр, который, мне кажется, тоже хорошо себе в нем отдавать отчет при выборе компании. Итак, смотрите, что у нас происходит, когда вы сейчас будете выбирать компанию для того, чтобы, допустим, отправить туда резюме или для того, чтобы даже пойти туда на практику. Давайте пойдем как-то немножко в рандомном порядке. Стартап, средние и мелкие компании, значит, что вас там, скорее всего, ждет? Зарплата у вас будет на вашей стартовой должности с большой долей вероятности ниже рынка, потому что ни стартап, ни средний и мелкий бизнес не может себе позволить платить очень большие зарплаты. Там, это максимально эффективно с точки зрения устройства бизнеса, и деньги там, в общем, идут на другое, в основном на развитие. Но зато, что вас там ждет? Скорее всего, у вас может быть очень быстрый карьерный рост, потому что стартапы, например, если они успешные, они растут довольно быстро. Вот, поэтому вы можете быстро там построить карьеру, есть только один нюанс. Если эта компания средняя и мелкая, у вас будет очень карьерный короткий горизонт. Ну, то есть, если вы умный человек, то может так получиться, что за 2-3 года вы пройдете, ну, не знаю, там, путь от какого-нибудь инженера до какого-нибудь главного инженера, и все, на этом закончится, как бы, ваша карьера в этой компании, потому что выше туда расти некуда. с точки зрения команды и вообще отношения людей друг к другу. Я бы сказала, что в мелком и среднем бизнесе очень по-разному. В чем кайф работы в стартапе? Конечно же, это очень увлеченные люди. Это очень увлеченные люди, объединенные общей идеей, такие в хорошем смысле похожие чем-то на сектантов, и, скорее всего, вам будет драйвово, приятно и очень комфортно. Вам очень быстро дадут какие-то самостоятельные задачи, потому что все люди, все головы ценятся там на вес золота. В кризис, я бы сказала, отношения к сотрудникам в таких компаниях очень варьируются, если брать средний и мелкий бизнес. Но, честно говоря, если мы возьмем стартап, например, и отдельные там некрупные компании, они вообще-то очень семейные по атмосфере. Сотрудники подбираются долго, тщательно, так, чтобы ну, вы им соответствует к какой-то культуре, да, и вообще хороший собственник, скажем так, максимально старается удержать людей или, скажем так, отпустить с каким-то комфортом. То есть вряд ли вас в такой компании будут прямо в грубой форме выпинывать за двери в течение одних суток. Дальше. Крупные компании с госкапиталом или индустриальные компании, как я уже сказала, типа Металл и Гъеста, Сибура, Новолепецкого геологического комбината, Алросы, и, в общем, я бы сказала, наверное, сюда ложится 80% наиболее таких системных работодателей, куда уходят студенты МИСИСа. Что у нас происходит с зарплатами? Вы будете в рынке или чуть ниже рынка? Так уж устроена индустриальная компания. Почему чуть ниже рынка? И это, например, очень характерно для именно компании с государственным участием, например, я имею в виду стартовые позиции, конечно, а иногда и средние, к примеру, такие, как, не знаю, там, Роснефть или Транснефть или Газпром. Это, скажем так, плата за масштаб. Потому что люди там начинают работать с определенного уровня с невероятно интересными задачами, масштабными задачами, и вы мало в такой компании еще найдете такой уровень задач. Что у нас с карьерой? Компания крупная, скорее всего, у вас будет не очень быстрый карьерный рост, но зато она дает много возможностей, достаточно долго можно двигаться, во-первых, ввысь по карьерной, скажем так, лестнице, а во-вторых, можно переходить вбок. Это тоже практикуется, когда вы из одного департамента переходите в другой для того, чтобы нарастить еще себе каких-нибудь скиллов. Значит, в чем минус вообще человеческого общения в этих компаниях? Очень много бюрократии, очень много процедур. Долго, достаточно муторно, они очень быстро принимаются решения, к этому нужно быть готовым. Компания так защищается от организационного продаката. Будут ли у вас самостоятельные задачи? Ну да, в некоторой степени, но, честно говоря, новички туда заходят обычно очень аккуратно. Что происходит с сотрудниками в кризис? Наверное, вот при всех вот этих вот минусах, при том, что иногда зарплата ниже рынка, при том, что карьерный рост достаточно медленный. Пожалуй, эти компании достаточно стабильны относительно разных экономических волн и тайфунов, и в этих компаниях иногда можно довольно комфортно, ну не то, чтобы пересидеть, но все-таки перенести сложные времена. Крупные новые компании, что у нас там происходит? Повторюсь, такие как МТС, Тинькофф, Ламода, Альфа Банк, Мэйл, Яндекс. Зарплата у вас будет в рынке или даже чуть выше рынка. Карьера очень сильно зависит от вас. Компании открыты новым людям, компания открыты новым идеям, любит амбициозных, любит быстрых, поэтому я бы сказала, что вы будете двигаться, ну, наверное, со средней скоростью, потому что там что же люди другие работают, знаете, на каких-то должностях желанных, но у вас будет очень много возможностей. Это те компании, которые тщательно относятся к то, что называется хайпо, то есть к талантливым сотрудникам. Вас будут много инвестировать, дополнительно обучать, поэтому это привлекательная, безусловно, очень история. Как это не печально, но даже в таких прекрасных компаниях, например, как Яндекс, который авиенфлером такой, я бы сказала, креативной очень, да, компании, уже везде хватает своей бюрократии и своих партитетов. Вот, поэтому будьте готовы к тому, что даже если вам будет приятно ходить по офису, не знаю, там, в каких-нибудь оранжевых носках и футболке с безумными написями, это вовсе защитит вас от того, что компании становятся организационно достаточно неповоротливыми. Дадут ли вам самостоятельные задачи с самого начала, да, скорее всего, и в достаточной степени, и вообще в этих компаниях достаточно молодые команды, в том числе и управленческие, и пожалуй, что можно сказать про такого работодателя, ну, не то чтобы неприятного, но это рыночные реалии. Это очень эффективно с точки зрения бизнеса компании. Поэтому, если они находятся в плохой экономической ситуации, то начинающих сотрудников, молодых сотрудников, какие-то там недавно учрежденные должности, скорее всего, при плохой ситуации будут очень непрощены. В этом нужно отдавать себя отчетом. То есть, вы можете быстро заработать, быстро вырасти, но если вы не успеете продвинуться дальше, то вы всегда, допустим, чуть более уязвимы, чем в индустриальной компании. Значит, что происходит в госструктуре? Допустим, вы идете работать в Министерстве энергетики. Давайте честно, значит, посмотрим на это. Зарплата в госструктуре будет действительно низкая. Но как считается вообще со стороны, например, HR, со стороны руководителя Департамента управления персоналом вообще вот ваша вот эта вот компенсация? Это вы видите только зарплату, а HR со своей стороны, он видит вообще, ну, я бы так сказала, весь массив денег, который на вас, который в вас инвестируется. Поэтому в государственных структурах низкая зарплата компенсируется достаточным уровнем всяких разных социальных льгот, типа там, бесплатного проезда, каких-нибудь там, санаториев, хороших больниц, вот, и всего такого прочего. Значит, что есть еще в государственных структурах? Безусловно, у вас будет достаточно медленная карьера, и ее опасность в том, что карьера в государственном учреждении, она сильно зависит от смены команды. Вот это как раз классическая история, когда пришла новая метла и по-новому метет. То есть, меняется начальник, и тут же меняется команда, потому что он приводит за собой свою. Нужно отдавать себе, конечно, в этом отчет. Вообще, это довольно бюрократические организации, безусловно, и с очень высоким давлением на скручку. Я работала, например, в своей карьере примерно полтора года в Министерстве образования и науки, и когда я получаю задачу без 10-6, и там написано, что ее нужно сделать сегодня, и желательно до 10-ти вечера, это нормальная ситуация. То есть, вы будете в таком всегда вот находиться в существенном уровне стресса, но зато, безусловно, на государственной службе бывают очень интересные задачи, и где-то вы понимаете, что я влияю на какие-то важные процессы. В самом начале вам, скорее всего, не дадут никаких самостоятельных задач, будете девочкой или мальчиком на победушках. Какой плюс государственной структуры, там очень мало изменений, и, скорее всего, вы и в непростые экономические времена будете спокойно работать в своем департаменте. Некоммерческие организации. Если мы берем все-таки филантропическую историю, я не буду на ней подробно останавливаться, вряд ли вы пойдете работать в некоммерческие организации или благотворительные фонды, а может быть, кто-то у вас к ним присматривается, если вы волонтерите, но есть, допустим, достаточное количество некоммерческих организаций, которые занимаются образованием и поддержкой образования и какими-то там научными исследованиями, например, поэтому, ну что про них можно сказать? Зарплата однозначно ниже рынка, причем часто существенно ниже. Тоже очень короткий горизонт. Это обычно организации маленькие по численности, поэтому вы там вырастите очень быстро. Наверное, эти организации собирают самых классных людей. Вот тут я вам точно могу сказать, что, как правило, команда это в чистом виде мечта. Это очень хорошие люди, хорошего качества, интересно, мега креативные задачи, вас никто не ограничивает в том, что вы хотите делать, и да, это такие классные команды обычно. Вам очень быстро дадут самостоятельные задачи, и вас так же, как и в стартапе, будут стараться до последнего держать. То есть, эти организации очень чувствительны, я бы сказала, к своим командам. Очень чувствительны и очень, ну, ценят, да. Смотрите, как понять вообще, вот то, что я вам уже сказала, как понять, подходит мне организация или не подходит вообще, как бы, мне куда идти. То есть, допустим, вам в центре развития карьеры предложили 10 организаций на выбор. Это, правда, достаточно важное решение, которое вы принимаете, то есть, пойти на, не знаю, первую в своей жизни важную работу. Ой, пардон. Значит, что мы делаем? Отвечаем на два вопроса. Первый вопрос. Это, собственно, вообще, я какой? про мои личные ценности. Я какой или я какая? И второй, это, где я могу быть наиболее полезным и наиболее эффективным. По поводу ответа на вопрос, я какой или я какая? Что это вообще такое? Есть куча психометрических тестов. Есть куча психометрических тестов. Возможно, про какую-то часть из этих тестов вы слышали. Я знаю, что там Наталья Вячеславовна, например, является поклонником теста Белбина, есть тесты MBTI, есть и другие всякие разные тесты, которые определяют типологию личности. Я вам очень рекомендую тест такой пройти, чтобы понять, какой у вас тип мышления, в какой команде вам будет комфортней, с какими людьми вам комфортней работать, что вы себя представляете с точки зрения коммуникаций. Не знаю, вы шустрик или мяблик, как вы принимаете решения. И если вы понимаете достаточно неплохо культуру компаний или можете про нее чуть-чуть побольше выяснить, и это, собственно, то, что я вам рассказала на предыдущих двух слайдах, то вы, в общем, сможете для себя понять хотя бы предварительно, какой мне работодатель подойдет и где мне, скорее всего, возможно, будет и не очень-то комфортно. И второй вопрос, на который вам нужно ответить, и это прям такое упражнение, сделайте его прям сами. Вот сядьте, бумажки там, напишите и сделайте. Это где вы можете принести наибольшую пользу. Потому что это ровно то, чем вы будете на собеседовании аргументировать своему будущему работодателю свою профпригодность. Просто выписывайте, соответствует ли эта работа той специальности, которую вы получаете или получили. По-честному, смогу ли я применить в этой компании те знания, которые меня учили? Ну, потому что вам пока что нечем козырять, кроме диплома. И прям вот вы пишите какие-то примеры применения тех знаний, которым вас учили, в той должности, на которую вы претендуете. Ну, не знаю, там, если вы инженер, там, условно, вы можете посмотреть, что требуется от должности и сопоставить это с тем там набором, допустим, там, либо дисциплин, либо семинаров, либо практической работы, которую вы делали. То есть вам нужно все-таки представлять, я тут пригожусь, я тут буду ценным или я не буду тут ценным. Поэтому нужно не только готовить, ну, скажем так, себя к собеседованию, да, но и давайте по-честному смотрите критически на работодателя, на компанию, критически не в плохом смысле слова, а сравнивайте, оценивайте, приглядывайтесь и, ну, принимайте решение. То есть вот мне вообще куда больше всего хочется. Потому что, если вам кажется привлекательной, там, ну, потому что это крупное имя на рынке. Вот я помню, я недавно смотрела опрос студентов, вообще по всей Российской Федерации, куда бы они хотели пойти работать. Прошу прощения. В ТОПе оказались, в общем, неудивительно. Пять компаний, это был Газпром, Ястекс, Синьков, по-моему. Ну, то есть, Сбриванк, такие вот на слуху. Но совсем не факт, что вам будет классно в Газпроме, где, вот, например, вы будете очень долго двигаться по карьере, да, и не сразу вам что-то там поручат и доверят. Или в Сбриванке, или в Яндексе, например, если вы не хотите там быстро двигаться и не готовы вообще оказываться в сильно рискованной ситуации. последний миф, про который я хотела поговорить, я думаю, что люди вам уже рассказывают, и работодатели, и тренеры, которые дают семинары о том, как приходить на собеседование. Я решила эту штуку включить, потому что собеседование мне до последнего момента приходилось проводить очень часто, и я прям честно вам скажу, то, как выглядит человек, который ко мне приходит, это тоже очень важно. И да, так бывает, что даже до того, как вы принесли и показали мне свое резюме, ну или я уже резюме на самом деле это читала, я вот вижу человека, смотрю на него три минуты и думаю, ну ладно, если не получается, я говорю, я отпущу, потому что, ну вообще не мой, ну вообще не адекватный. Значит, в чем это там адекват или неадекват, да, заключается, собственно, вот как бы наш такой вот миф, что нужно в строгой одежде прийти и принести с собой резюме. Ну, значит, первое с собой резюме вообще приносить уже почти никому не надо, хотя захватите на всякий случай, потому что, в общем, HR-ы их приносят и распечатывают. Что важно тут понять? Очень простая история. Ваш работодатель должен уже на собеседовании видеть в вас будущего сотрудника. и вот это самое главное правило. Поэтому все, что вам нужно сделать, это не надеть костюм или, не знаю, там, джинсы. Вам нужно в этой компании выглядеть уместно, в рамках приличия. Я имею в виду, там, не знаю, там, шорты, декольте и какие-нибудь футболки с безумными надписями. Не отвлекать человека, который вас собеседует, вот, своими какими-то безумными нарядами. То есть он должен в первую очередь видеть вас, а не вашу одежду. И еще ужасно важная штука, вам должно быть удобно. Потому что если вам неудобно, допустим, вы девушка и вы пришли в новых туфлях или в туфлях на высоких булках, вам дико неудобно ходить на них, да? Если вам неудобно, то вы такой внутренне напрягаетесь и, вы знаете, это очень сильно считывается. То есть если вам неуютно, как-то вы не так чувствуете себя в этом, наряде, то это создаёт такую общую неуверенность. Как вообще понять, я тут уместен или неуместен? Вот знаете, HR-ы дают такую интересную рекомендацию поискать в сети фотографии офиса этой компании, а если не нашли, то накануне собеседования зайдите туда и посмотрите, как одеты сотрудники. То есть вообще, что из себя представляет там атмосфера. И ещё, помимо резюме, или даже, ну, не вместо резюме, наверное, всё-таки помимо резюме, захватите какие-то дополнительные материалы о себе. Что я имею в виду? Например, когда человек приходит устраиваться на позицию дизайнера, то он приносит с собой портфолио. Ну, или если девушка приходит, и даже молодой человек, это не важно, модельное агентство, да, что мы приносим? Мы приносим либо свои фотографии, либо если я дизайнер, я приношу там, то, что я умею, там, свои дизайны, свои работы. Вот подумайте про то, какие ещё дополнительные материалы вы можете принести. Может быть, вы какой-то проект делали интересный в университете, который относится к вашей будущей специальности. Может быть, это была какая-то прикольная разработка там на Хакатоне или ещё что-то в этом роде. В общем, ваша задача максимально выделиться. То есть, если вы просто придёте, не знаю, там, в нормальном виде из резюме, то, скорее всего, вы, ну, не скорее всего, а вы рискуете не запомнить. А если будет видно, что вы тщательно готовились к собеседованию, и что вам есть ещё что-то то, скорее всего, вы, в общем, запомнитесь, в том числе и тем, что вы очень тщательно готовились к этой встрече. Это всё, что я хотела сегодня сказать. Пишите, пожалуйста, свои вопросы в чате, в чат, если о нём у вас есть. Вот пока что никаких, честно говоря, я не вижу. Повторюсь, тем, кто к нам поздно подсоединился, у нас был вопрос от участника прошлого раза о том, как готовиться к практике, и что вообще внезапно народ осознал, что они почти не готовятся к тому, как искать практику, как становиться стажёрами, как искать стажировки. Мы хотим поговорить про это на семинарах с на семинарах с работодателями, которые будут, если мне память не изменяет, на неделе с 20 апреля. Какие тесты ещё я рекомендую? Ну, вообще, вот с точки зрения управленческой, с точки зрения организационной, HR-ы сами для своих сотрудников пользуются двумя типами тестов. Это либо MBTI, либо так называемый диск. Диск на английском D-I-S-C. Просто диск, по-моему, он почти всегда платный, а MBTI можно достаточно в большом количестве найти бесплатной сети. Что ещё, что ещё из тестов? Да, ещё вот какая история. Практически все крупные компании, ну, под крупным я имею в виду, наверное, там, те, кто формирует топ-500, допустим, журналы «Эксперт», да, они пропускают своих начинающих сотрудников, ну и вообще всех сотрудников, которые к ним приходят, через такую вот воронку тестов. То есть, например, Сбербанк всегда даёт своим сотрудникам тест под названием Dimensions, МТС многим сотрудникам даёт так называемый Problem Solving Test. Значит, что хочу я вам сказать? Вот я, например, человек, который не очень здорово считает в уме. Dimensions есть три параметра. Это то, насколько вы хорошо понимаете, интерпретируете текстовую информацию, то, насколько хорошо вы понимаете, интерпретируете числовую информацию, и то, насколько у вас хорошо работает абстрактное мышление. Абстрактное мышление обычно там продолжится такая последовательность. На эти тесты люди набивают руку, я бы так сказала. Потому что, когда я проходила и этот же тест, кстати, Dimensions, это первый отборочный тест в программе «Лидеры России». Я бы очень рекомендовала, они открыты, насколько я понимаю, во многих источниках, я бы вам очень рекомендовала эти тесты заранее попрактиковаться, попроходить. Потому что, вот когда я первый раз в жизни открыла математическую часть теста Dimensions, а у меня была достаточно высокая управленческая позиция, ну и очевидно, поэтому у меня были довольно сложные задания. Знаете, я торопила, и мне кажется, что я считала все раз в 10 медленно, чем я считаю в обычной жизни. Вот поэтому, вот чтобы снять такой дискомфорт свой личный, ой, мамочки, что это мне такое прислали или принесли, просто попрактикуйтесь. Корректно ли просить обратную связь с этой части, после неудачного собеседования? Анатолий, очень хороший вопрос, прекрасный вопрос. Значит, вообще у нас, к сожалению, как у нас устроено собеседование? во-первых, хорошо, если вам по-честному сказали, что нет, мы вас не берем, потому что очень часто вам даже не говорят, что спасибо, вы нам не подходите. То есть, очень часто происходит такая ситуация. HR прособеседовал 10 человек, троих отправил на следующий этап, а предыдущий, а остальным семи вообще даже ничего не говорит. Поэтому попросить обратную связь, да, безусловно, можно, и это даже очень хорошо, но не обижайтесь и поймите правила, если рекрутер обратной связи вам не даст. потому что у него куча там других задач, и да, это очень полезная обратная связь, но если вы можете потренироваться в прохождении собеседования, ну, как там на кошках или незнакомых HR, лучше так сделать. Вот смоделируйте эти ситуации, потому что скорее всего вы обратную связь не получите. GMAT дает, ну, я подозреваю, что, возможно, GMAT дает не на все позиции, GMAT, потому что потому что он, ну, я вам честно скажу, маркетологу, например, какому-нибудь, если он не работает со статистикой, GMAT не очень-то и нужен, вот, или или HR какому-нибудь. То есть, скорее всего, для каждой должности есть свой набор, есть свой набор тестов. Как отличить хорошего HR от не очень. Вы знаете, к сожалению, вам это ничем не пригодится. Вот я просто, я просто, честно, не, не, мне кажется, что отвечать на этот вопрос бесполезно, потому что это работодателю важно отличать хорошего HR от не очень, вот, а вы-то не сможете повлиять на то, какой человек сидит перед вами и проводит собеседование. просто учтите такую штуку. Скорее всего, если вы идете в крупную компанию, а не в среднюю, не в мелкую, с вами будет разговаривать не непосредственно ваш будущий руководитель, с вами будет разговаривать рекрутер. И этот рекрутер смотрит на очень формальные вещи, на то, там, на ваше резюме, смотрит на результаты тестов, смотрит на, смотрит на, ну, на что еще сейчас подумаю, значит, смотрит он на, ну, возможно, какие-то там ваши достижения, и в данном случае вам главное показать, что вы, ну, скажем так, предприимчивы, сообразительные, умны и трудолюбивы. Вот. Запомниться дальше вы можете уже и какие-то конкретные вещи обсуждать на следующем этапе, там, со своим будущим руководителем. Вот. А первичный фильтр, он такой, достаточно формальный. Можете ли предпендовать сервисы для составления резюме? Анастасия, вообще, сервисов для составления резюме достаточно много. Это и, это и HeadHunter, и, в общем-то, вы можете кучу шаблонов найти в Гугле, но, не знаю, не важно в Гугле, в Яндексе, поисквике, которым вы пользуетесь. Значит, что про резюме очень важного, можно сказать, и по-прежнему я эту ошибку нахожу. Первое, это то, что по-прежнему заполняют хронологию с начала до конца, а не с конца к началу. Резюме, помните, пожалуйста, то есть, вы всегда первым указываете самое недавнее прошлое, скажем так. Значит, второе, это то, что ваше резюме должно уместиться на одну страничку. Даже если вдруг у вас была куча практики, вы уже работали, и даже если вы топ-менеджер, ваше резюме должно уместиться на одну страницу. Третье, сейчас очень-очень принято, чтобы на резюме была фотография. Поверьте, это важно. Поэтому лучше резюме с фоткой, и, опять же, вот тоже мне часто приходит резюме с фотографиями, где либо девушки с немыслимыми декольте, либо вот с такой вот, с такими волосами прекрасными. Слушайте, ну это деловой документ. Фотография должна быть корректной и нейтральной. Вот. Поэтому важно, да, и содержание, и важен вид. То есть, должна быть четкая структура, ну условно, образование, цель, опыт работы, или там опыт практики, ваши навыки, что считаете, допустим, там сильными своими сторонами, да, все. То есть, и четкая структура, а не вот такой вот сплошной текст, бла-бла-бла-бла-бла, я делал, я то, я все, я работал. У рекрутера, у HR нет много времени на то, чтобы его читать. А есть ли какие-то черные списки у HR? Анатолий. Вы имеете в виду черные списки сотрудников? Нет, конечно же. То есть, никто, никто не составляет черный список сотрудников. Это вот другое дело, что есть черные списки работодателей в сети. Это да. Не вспомню, кстати, сейчас ресурс, потом вспомню. Может быть, кто-то из вас его знает, но однажды в жизни я пользовалась вот этим ресурсом, где собираются отзывы сотрудников про всяких разных работодателей. Пошла в одну крупную русскую компанию, по-прежнему успешно существующую, несмотря на все негативные отзывы, которые я там видела, они были достаточно такие, но впечатляющие. Ну и хочу вам сказать, что уволилась со скандалом по соглашению сторон через год. Поэтому смотрите, во-первых, и анализируйте отзывы компании, а в компанию вы можете стучаться, конечно же, на разные позиции, но тут, знаете, как-то может получиться такой мисмейдж, то есть несовпадение, да? Возможно, Анатолий, вы не попадаете в компанию вовсе не потому, что вы недостаточно квалифицированы, там, вы что-то не знаете, у вас не такое образование, а, возможно, компания не видит вас своего. Это вот та самая общая корпоративная культура, да, такой общий вот cultural fit, как говорят, например, в компании 3M, и вы, ну, не их человек, в этом нет ничего обидного, там, ни для вас, ни для компании, просто попробуйте заходить в какие-то другие. Вот, и еще, конечно, если, если есть знакомый HR, или кто-то, кто может так вот трезво посмотреть на ваше резюме и с вами поговорить, если вам из одной и той же компании, там, первый, пятый, десятый раз постоянно приходят отказы, я бы, конечно, я бы, конечно, нашла кого-то знакомого с точки зрения управления персоналом, да, или, возможно, знакомого человека из вашей отрасли, если у вас есть менторская программа или есть выпускники в Центре развития карьеры, с которыми вы общаетесь, вернее, общаетесь в Центре развития карьеры, я бы вот спросила кого-то таких из более старших товарищей, слушай, как бы вот, смотри на мое резюме, там, поговори со мной, я не понимаю, что не так. Вопросов больше я не вижу, коллеги. Тогда, если вопросов больше нет, то, в общем, да, мы уже разговариваем с вами 50 минут, для вебинара это значительная продолжительность, тогда я предлагаю всем так, вот от Михаила пришел вопрос. Михаил, вы знаете, это не то, что по способности, ведь МТА это не про способности, так же, как и Тест Хогана, это не про способности. Тесты, это почему они называются в основном психометрические, они же не мозги ваши меряют, они меряют, скажем, они меряют ваш тип мышления и ваш способ принятия решений, и поэтому и есть действительно достаточно сильные, и как бы огромный плюс этих тестов еще в том, что они, во-первых, замеряются на, наверное, уже миллионах, а не десятках, там, и не сотнях тысяч людей, да, прослеживается определенная связь, и эти тесты, они очень ценные для вас, чтобы вы вообще-то понимали больше про себя, потому что если там однозначно какой-нибудь будет параметр, что не стоит вам, ну, не знаю, там, вы некомфортно себя чувствуете с большим количеством людей, тогда вам, наверное, не нужно идти на какую-то работу, например, тренера, условно, да, которая связана с тем, что вы постоянно общаетесь с незнакомыми людьми, там, вынуждены вечно поддерживать этот стресс, вот, поэтому тесты, это не про мозги, тесты, это про психотип, и это важно, поверьте, хотя, да, они действительно очень сильно обобщают, и хорошие тесты, например, тест Хогана, это очень дорогая история, их компания использует только для своего топ-менеджмента, потому что к этому тесту прилагается еще расшифровщик специальный, тренер, который с вами разговаривает, но вот я вижу, что Наталья Вячеславовна пишет, вращаясь в Центр карьеры, мы поможем определить ваши сильные стороны, да, спасибо большое, кстати, они действительно скорее про ваши сильные и слабые стороны, и даже не то, чтобы слабые стороны, а как вы себя ведете под давлением, потому что у нас очень сильно отличается поведение в спокойном состоянии, когда я работаю, или когда я под стрессом, и мне там начальник постоянно, там, у меня кто-то стоит на душе и говорит, давай, ну, скорее, дедлайны прошли, а, все горит, вот, это для таких историй, и если вам не нравятся такие истории, то тогда не нужно идти в компанию, где постоянные дедлайны, и постоянно все горит, то есть это для вашего же вот этого самого определения, что для меня лучше и где я больше всего буду вместе. Коллеги, ну что же, мы тогда заканчиваем, я думаю, что Наталья Вячеславовна разрешит нам всем, кто хочет, кто хочет присоединиться к разговору работодателей по поводу того, как они сотрудничают с университетами, и по поводу того, как они, допустим, привлекают студентов на стажировки, и как эти стажировки выглядят, и как их искать, присоединяйтесь тогда к этим семинарам. Если у вас появятся какие-то вопросы сегодня вечером, завтра, послезавтра, вы можете по-прежнему присылать их в... Наталья Вячеславовна, я забыла, куда вы их присылаете, по-моему, по СМС вы отвечаете как раз в Центр развития карьеры, вот, и мы найдем возможность, и мы найдем возможность ответить, вот видите, анонсирует уже семинар Екатерина Демина, и Екатерина Демина блистательный, абсолютно специалист, и тренер, и прекрасно, и как бы и Чарск с глубоким и огромным опытом работы, поэтому я вам всем очень сильно рекомендую этот вебинар, это будет для вас отличный инструментарий для того, чтобы подготовленными выходить на рынок в наши, ну, так и скажем, очень интересные времена, надеюсь, они не скоро повторятся, так что удачи, спасибо вам большое, я очень рада, что сегодня было так много людей на нашей встрече, и присылайте, пожалуйста, в соцсети Центра карьеры свои вопросы, всем пока, хорошего вечера. в соцсети Центра карьеры и наше внимание, в соцсети Центрария и еще пока, что удачи, Продолжение следует...